Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу в этом году проходил в городе Шебекино. Соответственно, на своей белгородской земле мы обязаны были выступить достойно. И, собственно, так и получилось. По итогам соревнований белгородская команда стала первой. Другое дело, что внутри нашей области тоже есть своя конкуренция. Да, сильные команды у нас. Корочие ребята, очень хорошие. С Белгорода. В каждой команде есть, по Белгородской области имею в виду, хорошие ребята в той или другой весовой категории. На Шебекинском помосте мы заработали 4 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую медаль. Вполне себе хороший урожай. Как обычно, ярко проявила себя Арина Рудова, которая выступала на одну весовую категорию тяжелее. И все равно равных ей не оказалось. У меня было два боя. Два боя я выиграла. Первый бой я выиграла досрочно. После первого раунда выкинули полотенце. Но второй бой был такой. Я работала не в полную силу. Девочка была не сильно тяжелая, поэтому я поработала с ней. Вдвойне радует, что конкурировали мы и между собой. Виталий Кондратьев стал вторым и проиграл в финале своему одноклубнику Илье Зиброву. Раунд вел, потом он сравнял. А в третьем раунде мне физподготовки не хватило. И я проиграл на одну очку. Впереди первенство и чемпионат России. А пока есть время подготовиться и никаких поблажек по отношению к себе. ЦФО. ЦФО. Это как переходящий этап к чемпионату Перенества России. И это идет как отбор. То есть первый в тот номер попадает в сборную для участия в чемпионате Перенества России. Для меня как тренера это такой переходящий этап именно посмотреть перед Россией ошибки. Это хорошо, что проводятся именно соревнования перед Россией, где мы можем увидеть какие-то недоработки. Они естественно есть и сейчас мы их будем убирать, убирать, работать над этим. У нас запланировано несколько там совместных тренировок. У нас запланированы сборы перед Перенеством России. Поэтому я думаю, время будет исправить именно ошибочки и подойти к соревнованиям более ответственно. Продолжение следует...